В 1961 году я опубликовал статью сокращения долгод в кельто-италийских языках и его значения для балтославянской и индоевропейской акцентологии. Это вопросы славянского языкознания в Мускопиатой страницы 9-й 34-й, в которой я показал, что индоевропейские долготы, возникшие под влиянием Сосеровского санатного коэффициента ларингала в кельто-италийских языках, сохранялись лишь под ударением. В безударном же положении, в предударном. Они сокращались. Таким образом, обнаружился еще один источник, позволяющий установить место акцента в слове на раннем этапе истории индоевропейских языков. Подобный же источник обнаружился и в германских языках. Но здесь он проявлялся, если морфема оканчивалась на нешумные, долгие, на нешумные. А долгие гласные в этом случае сокращались, а нешумные геминировались. Само сокращение индоевропейских долгод в предударном положении не принесло каких-либо новых проблем в сравнительно историческую акцентологию. Изменения гласных в этом положении довольно хорошо известны, например, в славянских языках. Неожиданным и повлекшим ряд проблем для сравнительно исторической европейской акцентологии был другой результат. Обнаружился ряд основ с незакращенными слогами, заполненными долгими сонатами И долгая У долгая Л слоговая долгая Р слоговая долгая М тоже слоговая и долгая Н слоговая и долгая которые возникли из европейских И долгая под ударением У долгая под ударением Л долгая под ударением, а R тоже под ударением, долгая R, и M долгая под ударением, N долгая. Место ударения было подтверждено болтославянскими соответствиями. Этот результат явно противоречил принимаемой индоевропейстами теории индоевропейского облаута. Все эти долгие сонанты были рефлексами нулевой ступени индоевропейских долгих дептонгов или бетсенбергерских сочетаний. Все эти случаи объясняются редукцией гласного под воздействием следующего заданным слогом индоевропейского акцента. Это означало, что акцент, который отмечают балтославянские соответствия, не соответствует тому акценту, который восстанавливают индоевропейсты на основании нулевой ступени облаута. Дальнейшие исследования привели в настоящее время к реконструкции балтославянская акцентуационная система. Эта система оказалась реконструированной с такими подробностями, которые не устанавливаются даже у современных языков, где акценты отмечаются. Типологическое сравнение системы с другими акцентуационными системами языков с разноместным ударением позволяет выделить тип акцентуационных систем, которым было дано название системы парадигматического акцента и отнести балтославянскую систему именно к системам парадигматического акцента. Типологическое сравнение систем парадигматического акцента с тоновыми системами обнаруживает явную близость первых к системам лексического тона. Кроме того, оказалось, что во всех случаях, когда относительно генезиса систем парадигматического акцента удается построить достаточно убедительные сравнительные исторические непосызы, они позволятся к системам лексического тона. Это позволило мне выдвинуть тоновую гипотезу генезиса балтославянской акцентуационной системы. При этом около двухсот балтославянских именных лексий были поставлены Ильич Свитычем и последующими исследователями в достаточно убедительной соответствии с акцентовкой индоевропейских языков, сохранивших реликты первичного акцента или его рефлексии. Снова четыре балтославянских имени были неподвижимы акцентом типа связываются с индоевропейскими Бориттена, семьдесят имен подвижимы типа с индоевропейскими Оксидтена, двадцать один балтославянская, двадцать одна балтославянская лексема с неподвижим наколенным акцентом объясняется как результат преобразования индоевропейских акцентом по закону Хирта. Это явно свидетельствует об индоевропейском акцентном источнике балтославянского ударения. Но индоевропейское ударение восстанавливаем последствием сравнения систем древнеиндийского и греческого языков и про германской системы отраженные рефлексацией согласных по закону Вернера никогда не рассматривалось в этом в этой типологической плоскости. Более того, ряд постулатов, из которых исходили индоевропейсты, занимавшиеся проблемами индоевропейского акцента, явно препятствовали предокового распадрению. Это убежденность непосредственно смятия индоевропейского акцента с индоевропейскими, обляута с индоевропейским акцентом, при этом почти всегда упускается из виду, что проблема разноместности акцента при этом подходе не устраняется. Вытекающие из первого постулата убежденность первичности силового характера индоевропейского акцента тоновые феномены считались неспособными радикально воздействовать на вокализм. Убежденность первичности колонного характера акцентных типов связана с непониманием отсутствует представление о системе акцентных парадигмах, где мы наблюдаем акцентную кривую движение акцента с корня на окончание, с окончания обратно на корень и так далее. Затем в докладе даются все случаи, которые выявились в результате исследования сокращения и сохранения долгот в западных индоевропейских языках. В кельто-италийском долготы сокращались перед смыщенными шумными вполне а в германских перед ну санантами разными йотом в н м р л и так далее. При этом долготы становились краткими краткими, а соответствующие сонорные удваивались и создавали то, что проявлялось в восточных германских языках и в северных как как першерфинг. Ну вот преобразование в д удвоенное или ге удвоенное. Вот. И в результате целая большая группа глаголов, которые имела вот долготы, нам удается значит разделить на две акционные парадигмы. Так же как и при помощи закона Вернера. Ну, в ваших хэндаунах значит перечислены германские глагольные парадигмы презенса по вот этому сокращению и отсутствию такового и естественно при сокращении по першерфингу, то есть удвоению сонорных и соответственно показано, что им соответствует допустим причастие на Т где ударение подтверждает тот же тип ударения подтверждается законом Вернера. То есть те, которые сокращались и удваивались в них сонанты, там значит конечная D переходила в спирант и затем озвончалась и переходила в ново верно-немецкую коммун, в Т, там, где долготы не сокращались, в причастиях Т оставалось как D преобразовалось и соответственно также распространяется новый претерик на Т так что довольно хороший материал, большой материал и вы это можете проверить, там даны и демологии и вся документация, так что это остается только прочитать это, так что я об этом ну перечислять все эти примеры не буду и остается принцип выбора акцентных парадигм, то есть если в славянском или в балтийском подвижная акцентная парадигма, то в германском и в кельцком это преобразуется в окситонированную в котором значит происходит сокращение долгод соответствующие и вот озвончение аспирантов причастиях ну все эти сопоставления даны одно за другим так же это легко все проверяется я решил все-таки этот доклад сделать именно на том основании что некоторые исследователи продолжают упорно держаться за старую теорию еще начало сравнительно исторической грамматики праздники европейских языков времена Бопа и Швегеля которых вот в акцентологии поразительно долго сохраняется хотя остальные моменты старой сравнительно исторической фонетики и фонологии достаточно хорошо выправлено современным историческим языкознанием языкознанием а бакцентология это задержалось довольно долго поэтому я решил этот доклад сделать ну и кроме того мне очень приятно встретиться со своими коллегами которые тоже интересуются этой проблемой индоевропейского вокализма несмотря на это очень тяжелое и удомительное занятие спасибо за внимание спасибо большое за доклад и особенно за хендап я не сомневаюсь что не только я буду его что делать если можно один вполне наивный вопрос обычно говорят о продленной нулевой ступени применительно глаголом тыти рыти и вот это как это соотносится с акцентами продленная нулевая ступень в славянских языках подвижные подвижные акценты парадигма то есть нулевая ступень действительно то есть ступень редукции но акценты в западных по крайней мере на европейских языках передвигаются на окончание по-видимому ну я провел типологические исследования в других языковых группах в центральных сахарских языках это такая же система то есть ударение падает на на это на слог с высоким тоном если если в корневой основе низкий тон а в окончании высокий тон то ударение падает на высокий тон тон при этом оно остается сильное силовое дело в том что когда говорят о музыкальном акценте то тут забывают что силовой компонент у меня тоже существует но но он связан связывается с этим высоким тоном прежде всего это все лукас довольно хорошо показал анализируя эти центральные сахарские языки потом я занимался запад на кавказских языках и ребята ездили еще японский звучать и я работал под записи по Ливанову но тем не менее это все подтвердило они тоже не в я не вы вы не вы не вы вы Продолжение следует...